В этом видео сыграем на мышке из 90-х, вот так вот она выглядит, и чтобы вы понимали, здесь нету колесико мыши, здесь три кнопки, нету боковых кнопок, и вместо сенсора, там вот снизу, шарик. Сейчас буду все это подключать, но я тебе напоминаю то, что стоит поставить лайк и, конечно, подписаться на канал, вот по-любому ты не подписан. Так что, реально, спустись, проверь, подписан ли ты, и если нет, то обязательно подпишись. Также ТГ-канал, где вот это все я спойлеры к роликам даю, Real Life, плюс к тому же розыгрыши ножей. Ну и ТГ-канал, где стримимы практически каждый день, играем в фейсет, нереально круто. Все, все ссылочки в описании, я пошел это все подключать, надеюсь, это хотя бы будет работать. Ну что, мышка получила, могу сразу сказать, что она очень тяжелая, вот реально, и сенса у нее гораздо меньше, не знаю, тут DPI 100, 200. Поэтому пойдем мы играть на сильвер, попробуем хотя бы там, потому что чувствую, на глоблах мне тут по жопе, реально, с такой сенсой. Пойдем для начала миражек, по тестам вообще, что да как, и, конечно, даже я вот пока запускал, я в инвентаре хотел так вот проскролить, а тут колюсика нету, тут третья кнопка мыши. Ну что, каточка начинается, и как обычно, что мы делаем, проверяем, срывает ли сенсу? Не, конечно же, ее не срывает, потому что тут шарик стоит в ней. Чтобы вы понимали, здесь DPI реально где-то в районе 200, по той причине, что я привык играть на сенсе 0,7, мне пришлось поставить, чтобы хоть приближенно было сенсу 2, и то как-то все равно с течками, ладно, сейчас пробуем, попривыкаем. И вы просто видите, как у меня трясет прицел от малейшего движения? Трое! Ладно, что у нас делает вот эта третья кнопка мыши посередине, это типа райт клик, это лэфт клик, а посередине? Пока непонятно, ладно, сейчас заспавимся, поймем. Первый есть, да, но то, что нету боковых кнопок мыши, это, конечно, неприятненько. Кстати, хочу подметить, форма у мышки, она какая-то слишком плоская, вот вам для сравнения лоджитековская мышка, какая она, насколько она высокая, да, хотя по размеру, в принципе, одно и то же, но она очень тонкая. Это, конечно, как минимум непривычно, как максимум неудобно. Билд, с божьей помощью. Ладно, переконтрил как-то не ефть, я не знаю, как я в голову ставлю, когда, ну, просто по кнопке жму, у меня прицел дергается. И причем дергается он не от зажима, потому что там шарик бегает, там, смотрите, я просто мышку так трясу, у меня прицел своей жизнью живет. Где, по-любому, на такой мышке играли в CS 1.6, где, кстати, не было никаких скинов, но так как вместе с CS GO появились и скины, вместе с ними появились такие же классные проекты, как скинбокс, где ты просто заходишь на сайт, влагаешься через Steam и получаешь бесплатный кейс, просто его открываешь и лутаешь халявный скинчик. Кроме того, к концу уже подходит зимний ивент, где ты, открывая кейсы, получаешь конфеты, за которые ты можешь получать бесплатные кейсы, скины и многое другое. Все еще есть возможность лутать эту всю вкусную халяву. Да и кроме того, на скинбоксе огромное количество кейсов, вот от бесплатных до самых дорогих. От кейсов ютуберов до кейсов с конкретными оружиями. Если вдруг кейсах не везет, то также тут есть апгрейд, где ты ставишь свой скинчик, который выбил, и выбираешь скин, который хочешь. Если полосочка останавливается на нужном месте, твой скин улучшился, поздравляю. Но я думаю, известно всем, как в кс-контрактах, где закидываешь несколько скинов, нажимаешь кнопку, и твой скин может превратиться либо в скинчик подороже, либо чуть дешевле. Кроме того, на скинбоксе есть отдельная вкладочка с розыгрышами, там есть розыгрыши каждый час, каждый день, каждую неделю. В общем, халявы реально много, поэтому ссылочку на скинбокс я оставлю в закрепленном комментарии. Так что зайди, и тут у тебя бесплатный кейсик. А мы погнали дальше играть на этой мышке из 90-х. Чтобы вы понимали, на колесико мышки я не прыгаю, я переключаю оружие. Я вот просто посередине глажу, а у меня метка ставится. Ладно, что, на цифры попереключаем, что нам? Ёп, простите. Второй. Ладно, третьего не получилось. Нормально, слушайте, плюс-минус нормально. Она очень тяжелая. Он для сравнения, вот у меня есть мышка, которая весит 50 грамм, моя файнал маус, и она в раза 3 тяжелее, чем моя основная мышка. Мне кажется, тут вот один вот этот шарик, сейчас я его достану, весит больше, чем вот эта мышка в 2 раза. Он грамм 100 весит, я так понял. Не, ну самым главным минусом всё равно является то, что вот я вам в камеру покажу. То есть тут 3 кнопки, и вот эти кнопки, мне приходится пальцы очень широко ставить на них, чтобы не задевать кнопку посередине и нажимались боковые. Да, что-то, конечно, в 90-х не продумали, что будут играть в игру кейсгу на этом. Хотя нет, подожди, в 99-м уже кейска была. Кстати, мышка без самого шарика, ну весит на самом деле реально мало. Вот, вот, я вам говорю, она весит без этого шарика мало. Делали бы его полегче, было бы получше, конечно. Ладно, если я на этой мышке смогу сделать на силера хотя бы 20 фрагов, то в следующую катку мы пойдём на калаши. Как же тяжело углы чекать, вы бы знали. А, это вот, вот это, да. Сюда. Отдыхай. Нет, шарик как будто проскальзывает, если я вот прям жёстко фликаю, вот видите, то есть я с одинаковой скоростью двигателя, да, он что-то на месте встает. Всё-таки даже на шарике сенсор сливает, где сенсора тупо нет. Отдыхай. О, как легко метку ставить, не нужно как-то колесо искать, просто огромная кнопка, чтобы поставить точку. Вот сейчас реально пригодилась эта средняя кнопка. И кроме того, что на самом деле мышка скользит так себе, да, то есть он тут как бы глайд, им по 30 лет уже практически. Но, блин, из-за того, что ещё шарик резиновый, обо всё, ну, типа, там, сопротивляется внутри мышки, ни о каком скольжении тут речи не идёт. Ладно, убил, 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 сити. Так, у него последний челс-шорт, а не, не последний, ещё сити. Ладно, по нему просто не падает, он тоже не попадает. Что происходит в этой катке? Они, жоль, тоже в таких мышках играют, я не пойму. Нет, у него, у него, кстати, без рофла, без рофла, у него прицел трясёт так же, как будто у него очень маленький дипет, там сто, вот как на этой мышке. Вот так убить надо его. И вот это вот так. Отлично. Отлично, минус 4, господи, я не понимаю, как я их всех убиваю. Я даже когда мышкой вожу, она издаёт этот звук, там, как там шарик бегает, просто... Неудобная она, вот по форме она вообще неудобная, я вам так скажу. Вот её пожирнее сделать, и было бы супер, а так она твойненькая такая, худенькая, вообще особо не сильно. Ладно, собака, подстрелять. Пап, чуть-чуть не довёл, ладно. Ой, выход под Б. Ставлю метки, благо это удобно делать. Ну пипец, ладно. У меня сенсор зарпало на шарике, он просто укатился. Так, развернулся, у меня один там был. Невозможно на ней разворачиваться, какая же эта мышка говно. О, даже вот мышки за 150 рублей лучше сейчас делают. Не знаю, взял бы этот шарик, я не знаю, вот просто бы в окно выкинул бы. Опять, вот у меня просто уже мышечная память. Вот тут по колёсику водить, а тут нету колёсика, вот просто глади как кнопка, которая метки ставит. Я ещё из-за этого случайно МГУ купил, когда мне коллаж дропнули. Фух, тяжело. Вот знаете, прикол, я вот так вот делаю, и там шарик внутри крутится просто. Я мышку поднимаю, господи, какая же эта мышка неудобная. Потому что когда я вот так поднимаю мышку и типа оп, резко разворачиваюсь, оно всё равно разворачивает меня, когда не должно. Отлично. У нас одной пули двоёк убил. У вас что? У вас что? Перезарядиться, пожалуйста, не выйди на меня. Отлично. Второй. Ай, ладно, одного разменял. Давайте, мышки, дальше вы. Я вам флешки раскидал, все гранаты есть. Отлично. Всё, последний нулёвый. Найс. Всё, спасибо за игру. Хеллоу, ласт раунд. Я уж полон, всё, мы проиграли. В итоге я настрелял на первом месте 29 киллов, но я думаю чисто благодаря тому, что игра была затянутая. Но раз сказал, что на калаши иду, значит иду. Да, кажется, я там вообще ничего не настреляю. Если на калашах хотя бы фрагов 15 сделал на этой мышке, это будет чудо, я вам сразу говорю. Так ещё я на Анубисе. Откисай. Не успел развернуться. Не, мышка будто реально создана для дигла. Неплохие, кстати, снайперы. На Сидера 5 меня хотя бы с нулевого убивали. Первый. Ой, ладно, почти. Не знаю, у меня что-то резко начало с первого залетать. То с дигла, то с калаша, то с авика. Либо я себе научусь играть, либо калаши какие-то очень слабые. Не, ну, кстати, стрейфить на этой мышке невозможно никак. Я только сейчас, кстати, понял, что на ней какая-то небольшая задержка есть, когда двигаю. Вот почему так непонятно я стрелял. Ой, Настя в голову дала. Ой, второй. Я хотел дигла подобрать, пикнуть. В смоку стоит, чёртик. Ещё один. Отдыхай, братан. И даже через смог на этом... Не, это, кажется, мышка для дигла. Почему я только сейчас об этом понял? Нифигаут тайминги ловите. Жить, жить, один хп. Но всё равно как же удобно стать так вот метки. Убил. Второй. Третий. Последний пулей практически убил в минус 44. А можно попробовать поиграть этой мышкой в три пальца чисто вот реально? Мне кажется, так и думали, что будут мышкой играть. Ну, типа, вон, вы посмотрите. Вроде так и должно быть. Я только сейчас до этого додумался. Не, 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 это максимально неудобно. Я вам сразу говорю. Выйти, позади этот номер. Выйти, поставить одну номер. Ладно, в итоге меня убили. Просто как же они контрят с флешками гений Анубиса. В итоге настрелял на калашах 19 фрагов без понятия, честно говоря, как. Но по итогу могу сказать, что те, кто делали эту мышку, точно не ожидали, что вот через 30 лет вот появится вот это. Гораздо лучше, чем вот это.